Наш коллега Руслан Валиев спрашивает, как вам предложение пойти наблюдателями на предстоящих выборах в марте всем тем, кто собрался вчера в Баймаке? Ведь тогда ведь будет намного эффективнее. Ну, это утопический взгляд на российскую реальность от Бранденбургских ворот. Руслан, ну вы посмотрите, кто вчера выходил на эту площадь, и вы поймете, какие из них наблюдатели. А почему? В чем проблема? Ну, во-первых, люди заняты, во-вторых, люди не понимают, что такое выбор и как это работает. Есть обучение, есть обучение. Еще раз, это утопический взгляд от Бранденбургских ворот. Это все как-то вчерашние события, они как-то могут повлиять на предстоящие электоральные мероприятия в марте? Могут, могут. Вот это то, о чем мы не поговорили. Ментальные последствия вот этих событий, они, конечно, важнее, чем вот там поцарапанные ОМОНовцы и выбитое стекло в автобусе. Потихонечку у населения республики формируется четкое представление о том, что все беды республики, которые приписываются, ну, Хабирову, то есть у нас Хабиров здесь крайне вообще, то есть вот все, что плохо у нас в республике, все приписывается ему, во многом справедливо. Так вот, сформируется понимание, что это все происходит со согласия Владимира Путина. А простите, кто у нас фигурант, главный фигурант выборов в марте? Ну, вот уже в ту же кассу вам такой же комментарий вопрос. Правда ли, если Башкирия покажет Путину не 85%, а 60%, то Хабирову за это выкинут? Это правда, но такого не случится, потому что Хабиров нарисует еще 15 или 20%, даже сверх того, что будет. Да, существуют некие объективные параметры, которые собирают администрации президента, которые, ну, они хотят знать, как на самом деле, то есть они, их не волнует, что рассказывают там первые каналы БСТ, для них для работы, для понимания важна очень, ну, такая настоящая объективная картина. Но Хабиров, конечно же, не допустит провала выборов Путина, потому что для него это, ну, смерти подобное. И так как будут оглашены результаты, которые, ну, необходимы, да, то есть там задан параметр, сейчас, ну, в среднем по России это 75% должно проголосовать за Путина, но по Волжье и на Кавказе будет больше традиционно, да, то есть мы здесь, ну, сильнее любим вождя, и мы, наверное, дадим где-нибудь там 83%, потому что, понимаете, Хабиров на своих выборах набрал 82%, и тогда он переплюнул Путина. Ну, достаточно кислую мину это вызвало в администрации президента, потому что, ну, нельзя показывать вот этому маленькому, но гордому народу, что они любят своего собственного маленького, но местного лидера сильнее, чем главного и верховного. Так что сейчас будет немножко сбалансировано, я думаю, что, ну, за Путина в Башкирии здесь будет поставлена задача где-нибудь процента 83-84. Не уроним звание электорального сутаната. Конечно, да, безусловно. Ради Хабиров сделал заявление, только что выложено в ООС в сетях. Я переживаю, говорит Ради Хабиров, где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься, и я отмалчиваться тоже не буду. Мы покажем истинное лицо этих ребят. Еще раз говорю, не надо маскироваться под мирных чабанов, добрых активистов. Это на самом деле не так, как глава республики. Я буду республику защищать. Конец цитата. Ну, Ради Хабиров рискует заработать себе новое прозвище злого чабана, но так как он считает, что маскироваться под добрых чабанов нехорошо, он будет у нас злым чабаном. Ну, пожалуй, это остроумно. Да. Безусловно, у него нет других вариантов, как сейчас, ну, планомерно и бесконечно, значит, как он выразился, раскрывать глаза народу. Народ, судя по заявлению Хабирова, живет с закрытыми глазами. Ну, спасибо дорогому Радю Фаритовичу, он нам их раскроет. Что же народ, как же так он прикрыл-то эти глаза? Когда это случилось? Кто ему прикрыл эти глаза? Первый канал, Симонян. Еще одна цитата. Можно надевать на себя маску доброго эко-активиста, говорит Ради Хабиров, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути, являясь предателями, призывает к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь. Это и Габасов. Так, Габасов у нас... Во все мыслимые и немыслимые списки террористов, экстремистов и иноагентов. В том числе, Ради Хабиров тоже, точнее, включен менюстом, число физлиц иноагентов, просто мониторингом в перечень экстремистов и террористов. Так вот, это и Габасов, которых судим за убийство, и маскирующегося подмирного чабана Фаиля Ахмедшина, которых судим за наркотики. Фанзиль Ахмедшин. Фанзиль Ахмедшин, которых судим за наркотики. Не, ну это абсолютно стереотипное заявление. Они бормочут об этом уже давно. Он, Ради Фаритович, у нас превращается в этого... Как его там, господи, мальчишка такой в очках, такой полусумасшедший YouTube ведет. Забыл, но неважно. Блогер Негматян. Не помню, да. Ну, Хабиров рискует превратиться вот в такого полусумасшедшего блогера, который будет собирать все мыслимые и немыслимые слухи и неслухи об этих людях. То есть, ну, это достаточно убогая, на самом деле, позиция. То есть, он тщательно обходит стороной вопросы вообще национального самосознания и каких-либо вот этих вот национальных аспектов. И, ну, он рискует остаться просто за чертой интересов людей. Потому что, давайте смотреть на вещи трезво. Национальный вопрос людей интересует. Ну, как бы там ни было, да. Русских, русские, башкир, башкиры, культура, прочее, прочее. Это все интересует. Хабиров пытается, значит, ну, превратить всех, кто там хоть сколько-нибудь об этом там уговорит и упоминает, каких-то вот этих вот добрых чабанов, да. Ну, простите. Ну, это вообще, конечно, оскорбительно прозвучало. Ну, ладно. Вот. Ну, таков у нас глава. Я уже давно не удивляюсь. Человек достаточно примитивного суждения. Недалекий, плохо образованный. Как вам предложение группы бойцов, находящихся на СВО, отправить Алчинова к ним на перевоспитание? Ну, абсолютно предсказуемая вещь, конечно. Отчасти я даже понимаю этих людей в том смысле, что они, оглядываясь там назад, смотрят там, ну, в смысле, я имею в виду на восток, да, пытаясь понять, что происходит у них на родине, видят там какую-то страшную бучу, каких-то... Буча это не топоним, если что. Ну, какое-то безобразие каких-то людей в дорогих пуховиках, значит, которых судят. Конечно, им обидно, они сидят там в окопах и стреляют там, да, в сторону Запада и хотят домой, наверное, как любой солдат всегда хочет домой. А тут, значит, такое происходит. Ну, вполне понятная эмоциональная реакция, ничего особенного.